доброе утро всем доброго прекрасного утра у меня сейчас ощущение как будто бы меня всю ночь били палкой но в принципе нормально мы сегодня спали на втором этаже вы видите как здесь в индии по три полки с каждой стороны на первой полке мы обычно всегда с артуром спали а в этот раз нам достался билет на средний ну знаете даже нормально я сначала боялась переживала что буду все время буду ощущать как будто бы я лечу вниз но нет такого не было вот эти вот ремни безопасности как говорится сделали свое дело иди сынок папа у нас на самой верхней спал и вот сейчас привет сейчас артур парам ну что по чайку или по кофейку и понятно по кофейку с утра пораньше видите можем и какая я сегодня не выспавшиеся 2 часа у нас еще проснулись мы рановато можно было бы еще спать да спать будем сидеть любоваться прекрасными видами очень красиво но ребята я смотрю что солнца особо нет все в тумане и даже прохладно я думаю вы обратили внимание что здесь не дают постельная надо со своим ехать но многие без постельного нормально прекрасно спят просто на голых полках но мы брали собака кстати а вагонах там где кондиционеры там есть там есть постельная за киджи стоимостью билета ходит постельная но не рассказывая то рассказывай что происходит и манки нашей средней полки мы сделали спинку дивана вот так вот по утрам когда все просыпались чтобы можно было сидеть чтобы голове ничего не мешало вот эту вот среднюю полку опускают все теперь будем сидеть это хорошие для лазани посмотрите как в индии спят безбилетчики посмотрите это настолько экстремально это самое неудобное место в поезде здесь остыковка вагонов но я думаю она специально это выбрала чтобы ну как бы никому не мешать можно вот здесь вот в тамборе например тоже сидят люди ну просто я так понимаю какие-то романтики где наш номер говорит где наш номер ну пойдем каюту искать идем и 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 друзья это колло посмотрите сколько много людей сколько много индийцев основном иностранцев я вообще не вижу ожидала столько людей возле моря причем сейчас купаться невозможно из-за больших волн сколько много людей вот я обратила внимание напишите кто со мной согласен мне кажется что после к вида индийцы стали более активно приезжать сюда в гуа то есть внутренний туризм сейчас вырос парам тоже со мной согласен пусть матеран приезжает ребята приезжайте все матеран когда мы с подружками первый раз в жизни приехали в индию это был калангут и точно так же вот я сейчас ощущаю то же самое тоже так вот мы выходим к морю и тут столько индийцев столько народу и но и все индийцы в основном в калангуте сейчас голова тоже превратилась калангут причем ребята сейчас на этом пляже ни одно кафе еще даже не построено вот только начинают парам сказал что еще рано потому что может пойти сильный дождь и повредить это строение но и тем не менее видите сколько людей но не даром до все отели сегодня заняты битком набиты вот но и люди сидят просто так кто-то с подстилочками со своими пришел кто-то просто на песочке сидит кто-то в воде стоит просто а вон смотрите парам обратил внимание семейства пришлось вместе со своими стульчиками может там еще и столик со всеми удобствами видно вам может они там еще сейчас разложатся будут кушать что-то свое наверно на машине приехали захватили с собой очень удобно есть вот видите на подстилочки с детками с игрушками песочек здесь очень хороший приятные чистенькие прямо знаете как снежок скрипит под ногами очень приятно по нему ходить беленький не знаю телефон мой передает я сейчас снимаю на телефон у меня да друзья проблема такая камера поломалась эти браслет потерялась у меня карте был такой классный браслет я в нем в поезде спала и видимо он расстегнулся и все теперь я без браслета и вот так берегла носила только по праздникам да тут когда-то я его уже теряла он его нашел а сейчас уже все наверное с концами девочка ко мне прицепилась а как по-другому сказать потому что по-другому это не назовешь мы шли вообще у меня тапок порвался я расстроена и тут девочка это купите у меня ожерелье я что-то на ожерелье как-то не сильно отреагировала потом купите у меня браслет на ногу надела мне на этот браслет и покупайте когда я скажу 150 рупий а парам говорит дорого дорого парам парам говорит я горит сам торговал такими браслетами гоа и подцепил эту девушку теперь она моя жена и говорит я их продавал по 100 рупий давай дискон за 100 рупий в общем сейчас но мне уже знаете действительно вот это вот работает когда когда этот браслет уже на тебе когда вот так вот дают уже в руки то уже не хочется с этим расставаться действительно вот я сейчас уже чувствую что мы купим он уже парам деньги достает он уже тоже понял что я созрела на эту покупку у нее но все они тонны он не за это все она уже видите предлагает у меня идон гэттен рупися я все потратила а я в твенди рубиес дорвались дорвались мы слушать артур покажи какие колбаски мы выбрали первым делом видите забежали в супермаркет купить сосисок но мы потом будем покупать просто она же холодильника нет вы купили съели потом следующий день еще купили еще какую-то смотрите купили солями ну то есть такого плана мы уже пробовали раньше майонез смотрите с яйцами что у нас продается только вегетариан майонез без яиц но я принципе сама прекрасно делаю но вот такие вот смотрите нарезанные колбаски солями хлеб браун то есть тоже у нас такое не продается но в мумбаи конечно продается я имею ввиду вот именно нашу область где мы живем от ираны и близ лежащие города вот и смотрите еще масло это все яйца еще купили это все мы сейчас будем готовить сами потому что я ребята взяла с собой плитку в до плитку взяла и сковороду будем экономить на ресторанах париной по ресторанам особо ходить не будем тур говорит зачем такая огромная банка нутеллы но наверное чтобы надолго хватило для сладкоежек не сегодня может быть завтра мы просто переезжаем мы планируем путешествовать сегодня одну ночь проведем в колве это рядом с вокзалом колва вот мы сюда приехали остановимся сейчас в каком отеле вы увидите совсем скоро мы здесь уже покупали в прошлый раз вот это вот кстати футболочка в которой сейчас артур отсюда здесь одежда недорогая но в то же время неплохая то есть не то чтобы там совсем такая дешевка которая после первой стирки превращается в тряпку нормально кстати может быть кому-то эта информация будет полезно вот это вот арк футболка в которой сейчас артур но распять я ее стирала и она принципе выглядит практически как новой классные посмотрите расцветки какие хорошие сейчас мы что-то выберем потом я вам уже про покажу не могу выбирать и снимать они уже тут по выбирали смотрите футболка вот такую вот выбрали 300 рупий стоит около того 300 рупий вот это вот которую парам выбрал футболку тоже классных а у мать вот тоже 300 рупий а штаны артур выбрал красные красные штанишки здесь продаются одежда и для девочек и для женщин но для меня тут ничего такого но мне не нравится может быть кому-то такое нравится но я ничего здесь прошлый раз не выбрала и сейчас наверно даже смотреть нибудь хотя может либо смотрю попросила порама чтобы он на видео снял платье которое мне предложили потому что здесь нет представьте себе нет зеркала я не говорю что примерочный даже зеркала нет сейчас вот я для вас сниму и сама посмотрю как мне в этом платье хочется просто артура столько набрали но действительно для артура классная одежда вот как в h&m я покупала но там намного дороже такого примерно качества как в h&m то есть но не супер но в то же время да тут я нравится вот висит парамы бурлок я парфект 400 рупий стоит а для артура мы там по 300 даже за 250 футболка шорты по 300 рупий вот смотрите что я выбрала юбку все-таки решила купить но потом вам покажу как мне у меня нет вообще никаких длинных юбок и вот такую вот по распродаже за 100 рупий майку то есть мне вообще очень хотелось именно такую майку сеньки под и под юбку но цвет только этот не мой любимый сиреневый пассейненький спасибо большое продемонстрировал а платье то синее ну что-то я вот знаете не внушает мне оно доверие и длина мне не понравилось мне кажется сильно короткая как-то я это не решилась парам она дал ссылку на мой youtube канал этому парню продавцу ну мы много очень много набрали я сейчас когда заселимся в отеле продемонстрирую вам свои обновки парам себе шорты артуру очень много набрали а он почему-то недовольный вот но и попросил парам скидка он скинул всего 100 рупий ну то есть это считай как ничего набрали на сколько парам сколько мы потратили а у матч ю спэнт 3500 и я я ему говорю я же еще рекламу тебе сделала я никогда не пользуюсь как говорится своим положением но решила все-таки сказать спасибо все равно цены цены такие знаете как говорится уже со скидками. Смотрите, Артур в новой футболке. Что? You just talked in your hand. My God. Парам говорит, где мой телефон? У него в руке телефон. Где мой телефон? Какие там мы вообще? В общем, нам надо сейчас по делам съездить и едем на такси. Раньше мы обычно брали байк в аренду. А сегодня Парам узнал, цена на аренду байка выросла настолько, что взять на один день байк, плюс еще бензин купить. Примерно столько же выходит, сколько и на такси поехать. Так что, ребята, все подорожало. Это, конечно, неприятно осознавать, но действительно здесь, в Гуа, все подорожало. Мы думали, приедем не в сезон, и здесь будут цены. Приятно удивлять, а тут наоборот. Слушайте, такой облом. Приехали в отель, где мы останавливались почти каждый раз. Ну, все вроде нормально, все уже решили, выбрали номер, уже собрались заселяться. Правда, цена выросла. Раньше было полторы тысячи, сейчас две тысячи. Ну, ладно, уже это понятно, везде цены растут. Интернета нет. Вы представляете, нет бесплатного Wi-Fi. Ну, вообще никакого Wi-Fi нет. Боже, а для меня, как для блогера, это настолько важно. У меня в телефоне очень слабый. У меня оффлайн-мультики были. Один денек оффлайн, это ничего страшного. Вот восемь дней оффлайн, это уже скучно. Это мы же сейчас еще поехали другие отели посмотреть. Еще и на такси потратились. Посмотрели несколько отелей, а там фулл. Все номера заняты. Так что, ребята, Гуа, видите, здесь в Гуа бизнес процветает. Даже вроде бы сейчас не сезон, то есть сейчас иностранцы точно не приезжают в Гуа. Это все индийцы, все индийцы. Сегодня воскресенье и все отели заняты. Пока мы не помяли постель, снимаю номер, небольшой обзорчик сделаю. Так, зеркало, кровать. Ну да, скромное местечко. Стол со стульчиками. Артур говорит, что скромное местечко. И вот такая вот душевая. Ну все нормально, чистенько, ремонт. Артур говорит, я думал, хоть чайник будет, чтобы нету чайника. Видите, нет такого. Только плита. Хорошо, что мы не доставали. Артур, вообще на самом деле нас могут отругать за эту плиту. Поэтому все должно быть секретно. Понял? Енотками. Сейчас он еще придет. И потом, когда он уже придет и уйдет, тогда будем доставать и будем готовить наши сосисочки. Оно по раму. Open door. I want to see view. Покажем вам вид с балкона. А вот, кстати, наш вид там. Вот. Вот, такой вот вид открывается с нашего балкона. Не самый лучший. Мы в этом отеле останавливались много раз и в более удачных номерах. Но ничего, мы тут всего на одну ночь. Нормально. Парам еще сбегал за рыбой. Смотрите. Какой у нас будет грандиозный завтрак. Сосиски, кстати, мы уже съели с Артуром. Очень вкусные. Сосиски, яйца пожарили. А парам такое не любит. Поэтому он сбегал за рыбкой. Артур говорит, что хочет плавать. Ведь я не могу уже больше сидеть. Здесь мне жарко. Короче, они с парамом идут плавать, наслаждаться в бассейне. А я буду эту рыбу дожаривать. Мы-то с Артуром уже съели. Сосиски уже не голодные. Поэтому как-то неинтересно. Давайте быстренько тогда освежитесь и возвращайтесь. Я не хочу сама здесь сидеть. Тебе никто не запрещает. Хочешь? Нет, так а кто будет следить за рыбой? Она же сама тут не пожарится. Нет, печка выключается. Вы видите, они там наслаждаются отдыхом, плавают. Ага, конфас. Еще ни рыба не готова. А я тут как кухарка, а не как туристка. Пока они плавают, покажу вам обновки. Вот, друзья, я, видите, специально разложила вам на кровати все эти футболочки, шорты. Парам тоже себе шорты купил. Там в Мумбаи ему не удалось выбрать. Вот, смотрите, какая красота. Вот это вот тоже классная такая футболка. Но она Артуру впритык. Это сейчас мы будем активно ее носить. Но я не удержалась. Такой красивый рисунок. В общем, я так поняла, что это сток. Потому что все эти вещи, бренд, бренды, известные бренды. Поэтому и качество хорошее. В том парам придет, снимет меня в новой юбке. Ну, я так пока покажу вам, видите. Майка мне не понравилась. Она какая-то на меня маленькая. Поэтому вот я со своей, свою маечку надела. У меня там такая классная майка. Смотрите, спина голая. Спина открытая, как раз для моря. Я ее в Матеране не ношу. А вот когда куда-то приезжаем на моря, тогда я ее достаю из своего сундачка. Очень красивая спина загорает. Ну, в общем, вот это вот сочетание мне очень нравится. Кстати, эту юбку можно еще и носить, как платье. Можно сюда задрать. Какой-то поясочек придумать. Ну, тоже, конечно же, это как морской вариант. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok